дорогие друзья всем здравствуйте сегодня мы продолжим тему с которой вы обращаетесь это бессонница от чего она возникает и как ее преодолеть и вообще возможно ли это на самом деле я все свое детство страдала бессонницей и моя матушка говорила что у меня возбужденная нервная система кстати в натальной карте это тоже можно определить обычно люди с ретроградным меркурием в период ретроградного меркурия испытывают я бы сказала своего рода такое активное активное мыслепостроение что действительно не могут спать либо сильное эмоциональное перевозбуждение приходится в этот период очень много думать о меркурии это вообще планета которая шустро думает и легко возбудимая вообще плане об ее называют планета псих соответственно как умиротворять эту планету и что делать для того чтобы нормализовался сон у меня на это есть множество лайфхаков и все они на самом деле представлены в моем авторском курсе под названием умный детокс и сегодня я бы хотела некоторыми упражнениями для вас поделиться чем мне удалось усмирить свою голову это правильным питанием системой тренировок дыханием и самомассажем живота вот я как раз делаю такие соляные мечи экоболы под названием во в друзей на которую брюшную полость вы сразу почувствуете умиротворение потому что кровь от головы принята к брюшной полости омывая внутренние органы будет их успокаивать и гармонизировать сегодня гость моей студии балийский йога терапевт мастер евгений молоткин я его как эксперта пригласила для того чтобы он поделился с вами и далее после того как он выступит я вам дам уникальное упражнение на самомассаж брюшной дисцеры на самомассаж внутренних органов которые способствуют умиротворению женя здравствуй на рады тебя приветствовать и сегодня тема злободневная это бессонница как ты когда-нибудь сам страдал бессонницей если у тебя на это на это рецепт как нам преодолеть такого рода дисбаланс первое что на постарайтесь быть осознанными и внимательными к вашей физической активности начиная с момента пробуждения давайте коротко допустим вы проснулись на рассвете вам повезло вы вместе с солнцем проснулись вы сразу приняли душ после этого если вы знаете как промыть нос соленой водой или просто пополоскать горло это лучше всего потом какие-то упражнения как которые вы знаете на данном этапе потом завтрак после завтрака начинается самое интересное переваривание пищи то что вы скушали надо переварить это сидячее положение на коленях поза герой когда вы садитесь с седалищными костями на катке единственная поза йоги которую можно принимать мы которую можно принимать сразу после еды вот я как раз в ней и нахожусь я продемонстрирую же пожалуйста там есть два варианта вариант номер один когда вы а теперь пожалуйста нет колени вместе колени вместе а теперь возьми руками пяточки и соедини пятки вместе чтобы пятки между седалищными костями залезли именно пятки ты почувствовала почувствовала как пятки давят тебе на тазовое дно вот это вот давление которое оказывается пятками между седалищными костями его сложно переоценить покажи пожалуйста второй вариант потому что в этом варианте не все смогут сидеть долго второй вариант это когда ты ставишь ноги на носки колени поле колени вместе горят ноги на носки тоже самое долезли altijd колени пишите пожалуйста и руками сделай так чтобы пятки были вместе и помести пятки между седалищными костями получилось что у тебя пятки вместе и их ты обхватила седалищими костями то же самое давление в область тазово дна оказывается вот эти вот две позы единственное можно соблюдать можно делать после еды вообще йогу надо делать 2-3 часа после еды, но если вы покушали, то посидите 5 минут так, 2-3 минуты так, поменяйте положение ног, встаньте, постойте, почувствуйте, когда ваша пища, ваш завтрак покинет желудок, если вы скушали что-то легкое, то, как правило, 1,5-2 часа она покинула желудок, вот, все это время с прямой спиной, ну и потом делайте все, что вам необходимо делать, все, что вы придумали себе делать в течение дня, пожалуйста, держите спину ровной, постарайтесь не спать в течение дня, если у вас получится не спать в течение дня, кушайте поменьше, дождитесь до ужина, если вы перед ужином сделаете какую-то практику, какую вы умеете, или со своим учителем, отлично, потом поужинали, и, как ты вчера говорила, уже примерно с 9 до 11, готовьтесь отойти ко сну, никакого телевизора, можно почитать чуть-чуть, ну, я бы не советовал, я бы советовал, если вы дотерпите в обед не спать, если вы с рассвета до заката и до 9 часов, вы уже будете готовы к тому, чтобы отойти ко сну, поэтому ложитесь в позу трупа, можно колени подсогнуть для новичков, чтобы поясница полностью прилипла к полу. И начинайте потихоньку готовиться ко сну, потому что сон, что касается бессонницы, не буду углубляться, мы сейчас будем говорить, что надо делать, чтобы вы забыли, что такое бессонница, и вообще, потому что причин много, а вот то, о чем мы сейчас сказали, единственное, на что обращу ваше внимание, это то, что когда вы готовитесь отойти ко сну, вы должны понимать, что когда вы спите, вы находитесь в бессознательном положении, чем дольше вы спите, тем быстрее вы умрете, чтобы не углубляться, почему? Потому что сон это инертность, чем меньше вы спите, тем бодрее, но если вы только, если только вы встали на путь осознанности, если вы еще в начале пути, поэтому не насилуйте себя, но тем не менее постарайтесь исключить обеденный сон, и тогда у вас не будет бессонницы. Конечно же, ложиться спать нужно голодным, поэтому если у вас ужин был в 7 примерно часов, то 2 часа после ужина можно пройтись, можно принять те позы, которые мы вам говорили, в этих позах можно смотреть, можно упереться спиной к стенке, главное старайтесь в течение дня сохранять позвоночник кровный. Женя, упереться стеной к стенке, что имеется в виду? Спиной, имеется в виду, что если человек еще не может сидеть без поддержки, допустим, в той позе, которую ты показала, можно использовать для помощи, можно встать и стоя упереться спиной, чтобы, допустим, на начальном этапе надо, чтобы человек привык к тому положению, когда спина ровная, поэтому когда полностью мы легли в позу трупа, тело привыкает, и вы запоминаете, как вы себя чувствуете, когда позвоночник полностью распластался на пылу, когда он ровный, перпендикулярный. Женя, а если ученицы говорят, что болят либо щиколотки, либо таз, мы можем называть голстер, да, я покажу. Или полотенце, подколеночки, ну это слишком высоко, с своим уровнем гибкости, конечно, люди, у которых чуть-чуть больше, там, плоти в мышцах ног, тем может подкладывать поначалу, да, вот это вот поза трупа для новичков, да. Ладони вверх, и надо нижнюю челюсть отпустить, и в этом положении попытайтесь, еще такая простая техника, это надо дать себе понять, что вы, это не ваше тело, и вы, это не ваши мысли, потому что многим мешает заснуть этот непрекращающийся поток мыслей. Люди там думают о прошлом, о будущем, они не находятся в моменте. Поэтому надо постепенно исключать телевизоры, засыпать под какие-то фильмы, под телевизоры, надо осознанно, чтобы вы чувствовали этот волшебный момент, этот сакральный момент, этот просто самое, что есть необъяснимое, тот момент, когда вы переходите из сознательного состояния в бессознательное, когда вы уже чувствуете, что вот-вот сон придет, вы находитесь у себя дома, вы в безопасности, вы спокойно отдаетесь в бессознательное состояние. Ну, конечно, ну вот это так вкратце, это вкратце, конечно, все индивидуально, ну, так вкратце. А если прерывистый сон, говорят ученицы, у меня прерывистый сон, и каждый час я просыпаюсь, и для того, чтобы снова заснуть, успокоить нервную систему, она говорит, что начинает есть, открывает холодильник и играет в саранчу. Ну, никого не осуждаю, никого не... Что касается этого, если человек решил вопрос выживания, если, допустим, тот, кто задал этот вопрос, не живет на улице, и у него есть что покушать, и есть где жить. Человек должен понимать, что если он не покушает ночью, он не умрет. А то, что какое-то чувство голода, надуманное, очень вредно кушать, потому что мы очень сильно синхронизируем, наша пищеварительная система, выделение соков и вообще усваивание пищи очень синхронизирована с солнцем. Поэтому до часу дня пищеварительный огонь максимальный. Поэтому завтрак хороший, без ужина можно обойтись, но если сильно хочется, можно чуть-чуть поужинать. И что касается ночью, ну, надо быть внимательным к себе. Конечно, если человек два дня не ел, и ночью он проснулся и кушает, ну, я ничего не могу сказать. Но если у человека все нормально, и он решил вопрос выживания, а заедает какой-то стресс или какие-то мысли, какую-то психологическую драму несуществующую, которая существует только в голове у человека, страдающего бессонницей, то, конечно, он должен понимать, что если он не скушает ничего ночью, он не умрет. А если он скушает, то эта пища будет находиться просто подгнивать до утра у него в пищеводе, она просто будет там находиться пустым грузом. Ну, можно выпить водички, я не знаю, ложечку медика рассосать, я не знаю. Ну, вот таким медик у всех под рукой есть, тем более у вас там волшебный прекрасный медик. Женя, а может быть какие-то практики предложить для того, чтобы усмирить ум? Конечно, это обычные простые позы. Для начинающих, кто уже практикует йогу, тем не надо объяснять. Можно после ужина, допустим, вы прошлись после ужина где-то, или по квартире кругами походились, или посидели вот так вот, с прямой спиной. Главное, не ложиться в течение дня. Кто-то может сделать две-три позы, там, корова-кошка, корова-кошка, поза ребенка, головой вниз, поза ребенка, поза счастливого ребенка. Вот такие простые позы перед сном, которые помогут заснуть. Опять же, поза трупа. И если человек постепенно, если он будет практиковать то, что ты показала, позу трупа, то он со временем откажется от мягких матрасов, потому что слишком мягкие матрасы, мягкие подушки не дают возможности позвоночнику расслабиться. Чтобы сон был нормальный, чтобы мышцы спины расслабились, позвоночник должен находиться на твердой поверхности. Поэтому начинайте уменьшать мягкость вашего матраса, потому что чем мягче матрас, тем быстрее вы, если ничего не случится, катастрофы, то тем быстрее вы сами себя к могиле приближаете. Поэтому чем больше вы спите... Подушка? По себе скажу, что я спал на полу, использовал подушку, то иногда у меня шея затекала в каких-то положениях. Сейчас я сплю на полу без использования подушки, без какой-либо, все отлично. Поэтому можете скручивать какую-то плотную ткань или просто не уложить, чтобы она тверда была в начале. Потом она вам не надо будет, нужна вообще. Потому что когда позвоночник на ровной поверхности, и вы в одной позе... Вообще классический сон идеальный. В том плане, что вы заснули в одной позе на левом боку, и в этой же позе проснулись. Спустя 4-5 часа, кто сколько спит, кто-то спит 2 часа, кто вообще хорошо собой владеет, соблюдает режим и диету, тому достаточно 2,5 часов. Конечно, если в теплом климате, в холодном может быть чуть-чуть больше времени. Что касается... Вот это вот очень важно, постепенно отказываться от мягких матрасов. Переходить на более твердое, никаких пружин. Лучше несколько одеял положить на какой-то теплый пол. Главное, чтобы не было сквозняков, внимания, никаких сквозняков, никаких кондиционеров. Пускай лучше слишком тепло, можно вспотеть чуть-чуть или принять душ. А перед сном обязательно душ, после сна обязательно душ. Потому что когда мы бессознательно, когда мы спим, о-о, пропало что-то. Нет, все в порядке. Женя, также я рекомендую во время бессонной ночи, если вы чувствуете, что у вас голова кругом от мыслей, холодной водой обливать бедра, колени и стопы. Очень помогает отливать кровь от головы, и она идет в ноги, и за счет этого успокаивается нервная система. Вот очень помогает именно холодный контрастный душ для ног во время продолжительной ночи. Хорошо. Ну что ж, спасибо тебе большое за те комментарии, которые ты нам дал. Это было очень ценно. И я надеюсь, что мы будем продолжать такого рода эфир, где ты будешь делиться своим уникальным опытом. Благодарю тебя. И до скорых встреч. Пока-пока.